Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая, последняя глава первого послания к Тимофею для библейского портала экзегет. Продолжает пятую, здесь граница очень условная между главами. Вот разбиралась ситуация внутри общины, как кого назначать, кем. А в шестой появляется вопрос о рабстве. А в христианскую общину ведь входили как свободные, так и рабы. Вполне могло оказаться так, что в одной общине раб и его хозяин. Что делать с этим? Все, кто находится под рабским ермом, пусть относятся к своим господам со всевозможным почтением, чтобы никто не поносил имя Божье и наше учение. Ну вот, понятно, что даже если хозяин не христианин, то раб, который христианин, но ведет себя безобразно, он дает повод хулить уже христианству в целом, а не только свое личное недостоинство. Если кто в рабстве у господа из числа верных, пусть не считает, что к ним, как братьям, можно относиться с меньшим почтением. Напротив, пусть проявят в своей службе еще больше усердия, расслужат людям верным и любимым. Либо, наоборот, расслужат как человек верный и любимый. Сегодня нет, конечно, рабства, и я напомню, что Павел не призывает к его отмене, к революции, к чему-то еще. Он признает его существование, но старается изменить отношения изнутри, старается наполнить это социальное явление новым содержанием. То есть раб-христианин, он служит не столько господину, сколько Богу, и ведет себя соответственно. Но если его хозяин сам христианин, то есть повод сказать, а, привет, мы же с тобой наравне, да, во Христе так, но это не повод отменять своих обязанностей, отменять свои обязанности. Именно так учи, это возвещай. Если кто учит иначе и удаляется от здравых слов Господа нашего Иисуса Христа и подлинно благочестивого учения, тот ничего не знает, но раздувается от болезненного пристрастия к спорам и словесным состязаниям. От них родятся зависть, вражда, ругань, злобные подозрения, препирательство людей с развращенным сознанием. Они лишены истины, а благочестие им нужно лишь для прибыли. Сторонись таких. Ну, понятно, да, то есть все, что человек так для пустого препирательства выбирает, он никакого толка от этого не получает. А что, наоборот, дает толк? Да, благочестие с умеренностью, сами по себе прибыль и немалая. Благочестие с умеренностью. Да, вот Павел отмечает, что бывает, ну, когда человек с перехлёстом всё, да, когда всё уже так на надрыве, на истерике. Вот этого не надо. В благочестии тоже нужна мера. Хотя умеренность можно понять и как умеренность в жизни, умеренность в пище, в питье и в остальном. Так вот, они сами по себе прибыли немало, и ничего не принесли мы в этот мир, и ясно, что ничего не можем вынести из него. Есть пища и одежда, будем же этим довольны. А кто ищет богатство, впадает в искушение, в ловушку многих похотей, безрассудных и вредных. Они разрушают людей, топят и губят. Сребролюбие. Вот корень всех зол. В погоне за прибытком многие отбились от веры и сами себя вергли во множество страданий. Сребролюбие, любовь к деньгам. Разве это корень всех зол? Мы в христианстве привыкли говорить, что там гордыня. Ну, гордыня – очень уж абстрактное понятие. Потому что каждый человек чем-то догордится, каждый человек что-то хорошее в себе находит. Если он вообще ничего хорошего в себе не находит, это клиническая депрессия, и тоже ничего хорошего нет. А вот сребролюбие – вещь довольно конкретная, когда человек гонится за прибылью, гонится за деньгами. И оказывается, оно корень всех зол. Оказывается, вот прямо Карл Маркс бы согласился, что желание прибыли, оно приводит к самым разным преступлениям. И, может быть, и порождает ту же самую гордыню, когда удалось добиться положения для чего? Для того, чтобы показать свое превосходство. Но ты, Божий человек, избегай всего этого. Ты стремись к праведности и благочестию, к вере и любви, к стойкости и кротости. Как атлет, спортсмен, да, веди свою прекрасную борьбу ради веры, истяжай себе вечную жизнь, которой ты был призван. Ты тогда при многих свидетелях принес свое прекрасное исповедание. Видимо, идет речь о том, как Тимофей был крещен, а может быть, рукоположен, и при этом он действительно исповедовал свою веру. И вот его христианская жизнь – это жизнь спортсмена. Павел все время прибегает к спортивным метафорам, то есть спортсмен – тот, кто хочет показать хороший результат, вкладывает свои старания, тренируется долго и так далее. Перед Богом, который все наделяет жизнью ради Христа Иисуса, который принес свое исповедание при Понтии и Пилате, очевидно, имеется в виду их разговор, но не только разговор, а и крестная смерть Христа, его покорность Отцу, которая была лучшим, наверное, исповеданием веры, который принес свое исповедание при Понтии и Пилате, «Я призываю тебя соблюдать эту заповедь чисто и безупречно, до явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в надлежащее время откроет нам единый, блаженный и могучий, царь царствующих и Господь господствующих, единый, обладающий бессмертием, обитающий во свете неприступном, никто из людей его не видел и увидеть не может. Во веки честь ему и власть. Аминь». Ну вот идет такой гимн заклинания почти, что даже, да, «Соблюдай это, потому что единый, блаженный и могучий, царь царствующих и Господь господствующих, превыше любого политического или социального устройства, он, собственно говоря, тот, кому ты служишь». И снова небольшая приписочка. Павел как будто вспоминает. Ах, да, забыл сказать. «Тем, кто богат в нынешнем веке, возвещай, пусть не возносится и надеется ни на богатство, оно ненадежно, а на Бога живого. Он в изобилии подает нам все, чтобы нам быть довольными. Пусть совершают добрые поступки и богатеют хорошими делами. Пусть щедро делятся с другими, закладывая прекрасную основу на будущее, чтобы достигнуть вечной жизни». То есть богатство не осуждается само по себе, осуждается надежда на богатство, если человек считает, что он все купил. А так богатеть хорошими делами. Богатому человеку проще творить хорошие дела, потому что бедный человек, он должен сначала на еду заработать. Но когда он заработал, у него же ни сил, ни времени не осталось. Трудно бедному. А богатому просто. У богатого есть свободное время, есть свободное средство, сила. Вот хочешь богатить, богатей добрыми делами. Закладывай основу для будущей жизни. «Тимофей, что тебе было доверено, храни сторонясь никчемного пустословия противников». Смотрите, не спорьте с ними, не пытайтесь там выяснить, кто не прав в интернете. Сторонитесь этого пустословия. Они говорят от имени якобы знания, но множество его проповедников сбилось с верного пути. Возможно, слово «знание» по-гречески «гносис» – обозначение уже зарождающейся секты гностиков, которая была построена как раз на тайном знании, на том, что узкий круг лиц обладает некоторым особым пониманием, знанием, разумением, недоступным, профаном. И вот это знание передается от ученика к учителю. Это очень важный такой мотив. И вот, может быть, как раз в начале послания там говорится «перепирательство о родословиях», когда очень много всяких ненужных подробностей. И вот это все лишнее. Множество проповедников сбились с верного пути. Благодать с тобой. Аминь. А на этом завершается первое послание к Тимофею, прочитанное нами для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова